Это улица Греческая, на которой, собственно, и начались столкновения 2 мая. Колонна антимайдана шла с Жуковского оттуда по Екатерининской, и их окружали правоохранители. Но в определенный момент Фучуджи, который сейчас скрывается в России, перегородил дорогу антимайдановцам. Их лидер тогда ситуативный, Сергей Долженков, что-то там смекнул и начал разворачивать всю колонну. Колонна побежала непонятно куда. Я лично думала, что они бегут в райуправление милиции, которое находится вот по ту сторону этого торгового центра. Но это управление, я тоже бегу с ними, снимаю это все на камеру. Но они бежали не туда, они побежали дальше. И потом уже стало понятно, что они все-таки бегут сюда, на Соборную площадь, где находились в этот момент силы Евромайдана и людей, которые хотели идти на стадион Черноморец, чтобы там наблюдать за матчем. Прямо до Соборной площади они не добежали, потому что там люди, которые увидели, что отсюда несется на них толпа, они тоже начали бежать. И встретились эти две толпы, вот, чудо, они бежали быстрее, чем мы с тобой идем. Встреча произошла вот здесь, там, где как раз висит украинский флаг. Здесь начали перебрасываться камнями, какими-то фаерами. Ну, то есть у всех, и у той, и у другой стороны, изначально с собой уже были заготовки. Было какое-то такое оружие, были дубинки и у тех, и у тех, были шлемы, щиты. И, как показал потом анализ видеозаписи, и та, и другая сторона уже в этот момент, уже в первые минуты столкновения были вооружены огнестрельным оружием. Видно, как человек, который двигался с соборной площади, то есть там, где находился Евромайдан, выдвинулся сюда, в сторону, откуда шел Антимайдан, и произвел несколько выстрелов в этом направлении, вот там чуть дальше. И после этого скрылся обратно в ту сторону. И, ну, абсолютно очевидно, что этот человек был в этот момент на стороне Евромайдана. Также есть другое видео, оно как-то знаменитое, на котором видно Виталия Будько по кличке Боцман, который один из... С другой стороны, да? С другой стороны, да, один из активистов боевого крыла Антимайдана, который стрелял из вулкана. Такое оружие нарезанной карабинку. Ну, как бы, оружие, похожее на вулкан. Вот. Сам Будько утверждает, что это был муляж, и, мол, он не там только запугивал. Но дело в том, что как раз в этот момент погиб активист правого сектора Игорь Иванов. И погиб он из... от пули того же калибра, которая у... которая подходит к этому оружию вулкана. Поэтому есть мнение, что его убил как раз Витко. Я понял. Ну, это тоже не доказано, поскольку в этом вопросе правоохранители очень плохо сработали. И фактически сейчас, при том, что есть косвенные улики, которые могут доказать, что это Боцман виновен в смерти Иванова, но те улики, которые могут стопроцентно доказать это, они не были в тот момент обнаружены и должным образом собраны. Ну, вот такое следствие имеем по второму. В определенный момент бои перебросились на другие улицы. Антимайдановцы оставались на улице Греческой, а евромайдановцы пошли их окружать и перешли на Дерибасовскую, чтобы по маленьким улочкам, которые объединяют Дерибасовскую и Греческую, отрезать антимайдановцам пути к отступлению. Так оно и произошло. В определенный момент представители патриотических сил захватили пожарную машину, которая была использована для баррикад и как бранцбойд, которым поливали правоохранители и антимайдановцев. Но это происходило немного дальше. А вот здесь как раз был один из пострадавших, которого подстрелили. Его отнесли отсюда вот туда. Пытались оказывать ему медицинскую помощь. С какой стороны был? Это со стороны евромайданов. Потому что вот здесь находились евромайдановцы, как раз на Дерибасовской. Вот здесь в определенный момент были баррикады и стали правоохранители, которые вроде как разделяли противоборствующие стороны. Но достаточно сомнительно разделяли, поскольку через них сверху все равно летели камни. И в них в том числе тут висел экран, который разбили, побили тоже вот эти стены. Тогда только реконструировали эту гостиницу. И в итоге... Ну, по сути, вот здесь это происходило. И здесь как раз была еще одна перестрелка. И вот в этот этап уголок. Впервые зафиксировали человека-активиста Евромайдана по имени Сергей Ходияк, которого впоследствии, как нам дают основания предполагать, ну, по всяким далеким делам. Здесь, вот на этом углу, видеокамера впервые зафиксировала Сергея Ходияка, которого впоследствии появились аргументы подозревать в убийстве антимайдановца Евгения Лосинского и других пострадавших от дробовика, в частности, журналиста Олега Константинова и правоохранителей, которые также получили порцию дроби во время столкновений уже на следующей локации. Здесь была летняя площадка кафешки, которая 2 мая была просто уничтожена, а все стулья, столы и все, что здесь было, было использовано для баррикад. Из них сделали баррикады, те самые, которые стояли вот в этой маленькой улочке. Сейчас мы подойдем к греческой площади. Уже под конец столкновений в центре города Евромайдан и Антимайдан перешли на эту локацию. С этой стороны, получается, они как Дерибасовскую заняли и шли в те маленькие улочки захватили, потом с этой стороны. Получается, вот там, где мы сейчас идем, тут были силы Евромайдана. А вот с другой стороны, вот там, за торговым центром, справа, там стоял Антимайдан. А средине стояли какие-то автомобили, которые использовали в качестве баррикад, альфаторы, мусорники, по-вашему. Вы же не понимаете слово альфаторы? Название фирмы, да? Да, да, это название фирмы, которая впервые появилась в Одессе на мусоровывозящем рынке, поэтому она дала такое название самому понятию, ну, как «ксерокс». Вот здесь стоял микроавтобус, который сгорел, потому что в него постоянно бросали коктейли Молотова, и он горел себе, горел, клел сначала, а потом совсем не горел. А тут еще одно очень важное место, место, с которого стреляли в Антимайдановцы. Вот здесь он находится. Мы видим вот эти вот сходы, лестницу. Сверху стреляли, так? Да, да, стреляли сверху, потому что вот там вот стояли антимайдановцы, а вот здесь вот отсюда стреляли в них и в правоохранительный. А Будько, который стрелял из этого, из вулкана, ну, или, как он утверждает, только угрожав, был кварталом, ну, не кварталом, а тут вот на этой же маленькой соседней улочке чуть правее. Ну, вот где-то вот отсюда велась стрельба. Вот здесь вот были убитые, которых просто и раненые, которых просто брали за руки и выносили. Сиди тут убраны и пораны. Всего в центре города... Смотри, шлем чей-то валяется. Всего в центре города погибло шестеро человек. Из них двое активистов Евромайдана, остальные антимайдановцы. А ранено? Ой, ранено очень много. Раненых было всего где-то 250 человек за 2 мая всего. Там были и огнестрельные ранения, и политравмы, ну, то есть тех, кто, например, спасался из горящего дома профсоюзов, но выжил. И от ударов тупыми предметами, ну, в общем, все, кто в драке пострадал, от ожогов, если в кого-то коктейль Молотова попал. Я понял. Только давай тоже в движение немножко. Да-да. В определенный момент... Опять это в определенный момент обрежешь. Под конец столкновения евромайдановцы начали уверенно побеждать. Поэтому антимайдановцы, часть из них разбежалась по сторонам, часть ушла на Куликово поле, те, кто смог прорваться через оборону, а часть закрылась вот в этом торговом центре Афина. Торговый центр был в тот момент закрыт, чтобы никто там ничего не наломал, но двери были легко взломаны, и туда зашли антимайдановцы. И их потом взяли в окружение, представители патриотических сил и правоохранительные органы впоследствии проводились переговоры о том, чтобы они вышли и якобы их не должны задерживать, да, то есть им дадут такую свободу, да, ну, за то, что они просто выйдут, покинут эту территорию. Но их задержали, обманули. Вот так вот. Так что часть людей осталась здесь, в Афине, а другая часть пошла на Куликово поле. И след за ними пошли представители патриотических сил, которые впоследствии сожгли палаточный городок. Их, вот, подсумковые. Реально, как ты думаешь? Я думаю, что если бы правоохранители должным образом отреагировали на события, которые происходили в центре города, пожары в Думе профсоюзов и жертв, которые там произошли, можно было бы избежать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова